Не нужно было как-то расписывать лапы. Все понимали и менялись просто. С пониманием друг друга очень хорошо. Вот тоже утренний свет. Сами знаете, что северное утро, оно всегда очень красивое. Это уже Ленск. В Ленске нас уже знали хорошо и встречали. Причем сразу, что Ленск порадовал путешественников. Подходом к делу. Первое, что они сделали, они повезли нас в баню. Это было замечательно. Второе, что они сделали, они нас накормили. И уже на третье была Ленская церковь. Люди умные, понимающие, за что им огромное спасибо. Встречали нас к мыслям. Ленск город якутский и русский одновременно. И что, опять же, удивляет и радует, от того, что вы слышали в Якутии неоднократно, что очень многие русские в Якутии говорят про якутский. Вот та самая церковь Ленская. Сразу видно, что следы поморов. Церковь современная. Построенная не так давно. Строили как раз тогда, когда было то самое страшное явление, наводнение со льдами, которые смывали все живое на своем пути. Что удивительно, церковь начала строиться. Это место, где прошли льды. Вот вокруг церкви льды образовали затор и ее почему-то не трогали. Народ этому удивляется до сих пор, но это как раз вокруг все сметено, а строящий церковь не осталось. Я про наводнение добавлю. Когда по телевизору смотришь про все эти ленские наводнения, там почему-то не говорят некоторые детали. Когда попадаешь в Ленск, вообще невозможно понять, как здесь может быть наводнение. Потому что стоишь на очень высоком берегу реки, смотришь где-то там внизу Лена. Так вот, когда было наводнение, уровень воды поднялся на 21 метр. Представляете себе это? Москва-река, увеличенная по ширине раза в три и поднимается куда-нибудь в район кремлевских курантов. А еще страшнее. Пошли именно льды. Огромные льдины. И вот местный народ, в той же Ньюи рассказывает, в Ньюи вообще смело треть поселка около 40 домов снесло. И они говорят, что вот они наблюдали сверху, слава богу жертв в Ньюи не было, все живые. Вот они наблюдали сверху, как вот дачные поселки, в Ленске дачные поселки, один за другим проплывали нетронутые на льдах. Просто вот дома на льдах, бронгулатые, нетронутые. Еда была страшная, но, кстати, как опять же говорит местное население, что тот безумный сепаратизм, который был до 2003 года, до этой катастрофы, после того, как после этой катастрофы была нужна помощь нашей страны, и помощь действительно пришла, то есть к ноябрю люди жили уже дома. Этот сепаратизм как-то вот очень сильно рассеялся. Все, приутих. И совершенно нормально видят УАЗики, там у Якутии, там Флаги, Россия, Россия, Наглейки, там все. Но все-таки они говорят Сахари или Якутии чаще? По-разному, так и так. Чтобы было конкретно только Саха, я только не слышал. Было только Якутия, я тоже не слышал. И так, и так, и так. Почему я слышал Саха от русских и слышал Якутии от Вики. Мне ее только очень интересно, Якутия называется. Да, да, да. Я вам, кстати, да, буду просить участников экспедиции периодически составлять свое слово, потому что они много еще интересного добавят. А люди, которые живут в Якутии, если они не являются якутами по национальности, они себя называют якутяне. Они не говорят, что они русские, а мы якутяне. Мы там в России, а мы якутяне. У нас на однократно благословили в этой экспедиции. Я полагаю периодически большие заряды воды на объектив. Слова и тебя благословляют, и твоих камер благословляют. А так сольешь воду из бленда, протрешь и снимаешь дальше. Кстати, персонаж, который перед вами пытался показать все-таки, насколько красиво построили церковь. Хотя современным, тем не менее, по всем традициям помоста. Ну, концерт нам устроили. Костюмы, в которых виридели детишек. Слова. Здорово, если красиво. Опять типичные ленские пейзажи. Вечебные, последнее солнышко. Тайга. Вот, кстати, Тайга настолько густая не проходила, что если вы увидите кусочек берега свободного тела, то это явные следы человеческой деятельности. Все эти свободные кусочки земли, которые без тайги, это тайга вырубленная человеком. Те тяжелейшим трудом завоеванные места суши. Суши без вязки. Лошадей очень много, кстати. Бегут уже, они едят лошадей. Лошади, по сути, практически дико. И даже неоднократно предупреждали, и поаккуратно к лошадям подходить, потому что могут нападать, чтобы надогнать, и кусаться, и биться. Сами лошади нападают. Да. Лошади диковато. Их же... Якуты их пасуют совершенно свободно. Их зимой тоже пускают. Свои не сами себе копыти, потому что хотят... Да. Ну, про комаров я уже говорил. Рыжие комары. Это еще не самые страшные комары, потому что для них было хоть какое-то небольшое тело. А что спасало от них? Маски. То есть, а вот маски, перчатки, эти натирают мышцами. В этом всякие спреи на цирке, они действуют там, в 15 минут. Все. Только комарыки моментально привыкают. То ли они такие голодные, что им нужно накрывать на все эти вещи. Маски тоже. И, кстати, да. Организаторы экспедиции позаботались. У нас масок было с запасами, все сюда попали. А Маш как? Машки, слава Богу, еще не было. Ну, было, но как-то так мало, что мы на ней вошли. Гораздо больше нас насаждали на воде, это слепный. В общем, слепный, они умудрялись даже на футболк, такие как порезанные. Прорезанные футболки. Тот самый Лёнька, у нас молодой человек, нас слепный, вот он озадачился сбором слепней для рыбалки. Рыбы на почти живого слепнячка расуловиться. Он буквально за ней спину больше он собрал. Стук 100 штук. За ней спину. Технический вопрос. А Вы были привиты от лицеполит? Да. Я, в общем-то, не был. Потому что здесь постоянно был. Ну, мы обязательно являлись. Лещи были. Ну, я, в общем, периодически ловлю. Но здесь, наверное, счастливости не было. Хотя июнь, казалось, такая пора, что не было, можно было. Нет, ну, опять же, за команды выходили все достаточно правильные взятые. Мы не слили природой. Ну, да, это ночи. Я сам не просил. Белая ночь уже в Якутии. Это уже не темно совсем. Люди вообще любить обозначить, как все делали. Мы как-то проговорили до утра. Костерчек сбили. Болтали, а там насел. Ну, в общем, чтобы существенно ни разу не стемнел. Да? Якутии. Якутия находится на широте Санкт-Петербурга. Так что середина-конец июня это такие настоящие зоны. Я учуцу. А топлика много несет? Топлика чем сильнее, тем больше. Там побурнее речки впадающие. Даже алеку несет топлика очень много. Теперь величия века. После алекунинского периодически приходилось ворачиваться. Но в Лену уже положили. Заблезали. А там же до сих пор склав существует? Нет, это самосплавный. Да, смывается. Река подмывает очень хорошо. Я говорю, что Лена река живая. То есть отмели доползают мгновенно и со стороны перволосушения там предоставят река тоже местные. То есть сейчас ты смотришь по лодцам, вроде как бы здесь сушили, но идем по буйкам совершенно нормально. Тут сам поселок Нюйя сегодня пройдет. Поселок Нюйя, мне он очень понравился. Поселок такой живой такой хороший дух, добродушный, гостеприимность. Поселок маленький, 140 человек. При этом они сохранили школу и еще школьный интернат есть. Полный на 20-30 лет. Пока они правильно говорят, пока жива школа, будет жить поселок. Пристанет школа и все разваливается. И в школе же интернат на 40 мест, то есть соседние поселки, у своих детей это интернат, интернат. Детишки северные. Ну там на дальнем плане это корабль пует, да? Боржа пует. Боржа пует. Детишки северные вообще тоже такое уникальное явление. Они намного более доверчивые, чем наши городские дети. Они открытие, легче знакомиться, легче рекомендовать. И при этом они серьезные. Ну, как бы, жизнью больше воспитаны. Дети очень хорошие. Дети настолько приятно. Я неоднократно замечал. И вот в север Камчатке, в Кориаке, можно сказать, что кориакские дети, и термецкие дети. И чукотские дети в той Чукотке тоже. То есть, говорить, что вот это вот поколение детей, которое сейчас существует, что оно чем-то отличается в худшую сторону, как сейчас часто говорят, неправда. По северному мете можно сказать совершенно точно. Неправда, потому что детки очень хорошие. Мало того, что они живо идут на общение, они же еще сразу же стараются как-то тебе чем-то помочь, чем могут. То есть, в одном из поселков те же дети, ну как, ну, дети, да, 12-13 лет, это еще дети. Пошли к нам. Куда? Ну как, за стол? Времени мало. Ладно. С нас с сахатами. Заводят к себе домой. Один пакет – вяленые сахаты, он выносил. Другой пакет – вяленая рыба. Получили. Я возвращаюсь, я смотрю, что вот фотографии заработал. Ну, естественно, конечно, дети на кончиках. И опять же, доверие к этим северным детям. На шконках оставляешь все вещи. Дорогой техник, что угодно. Дети лазят, покончатся. Ну, знаешь, что все, блядь, на месте. Вообще, все проблемы, все спокойно. Другой поселок. Мы практически проблели мимо, вас догнали на мотор на лодку, блядь, так хорошо, мы вас ждем. Боже, давай слышим. Там по-наму, блядь. Вот вернулись, нас встречали на кубесах. У нас был один особый. У нас есть берега Палярчик. Я тут не предстотели. Который тогда филы искусств не вышли. Городок Алёкминск. Город интересен тем, что в Алёкминске были сосланы при Екатерине скопцы. И именно скопцы научили, собственно говоря, якутов земледелью. Настоящему земледелю. И теперь мы знаем, что в Якутии при вечной мерзлоте тем не менее уверяется собирать рекордные в Советском Союзе были рекордные урожаи картофеля и хлеба. И сейчас собирает огромные урожаи картофеля. Буквально несколько деревенек, по 300-400 человек, они прекрасно кормят картошкой и Алёкминск, и Витим, и Ленск, и Курск. Всему это научили скопцы. Почему исполнено скопцов? Это один из оставшихся домов скопцов. В Алёкминске несколько домов таких осталось, которым больше 100 лет. Это окно второе уже? Да, дверь. И так все дома? Да, вот эти дома скопцов они уже походы. Это была целая улица, где жили скопцы. Теперь там много правостроевного, в общем, мы мудрили забетонировать речку, и теперь, забетонировав речку, получили размывание все круги на большой площади. Ну и так размыли практически всегда Маскопцов, и по нему остались только три. Тут Валёкминскому музею удалось сфотографировать такую карпу. Как говорится, все цари тех времён даны приращивали Россию в Сибирь, что они делали очень мудро. Первое, что они затеивали в новых местах, когда пришли казаки, это почтовый тракт. То есть буквально там десять лет назад сюда появились вообще русские люди, и уже в 1743 году, а уже в 1643 году уже был почтовый тракт. А в 1743 году это была мощная, развитая система передачи почты. С огромным количеством этих, как они называют, станков и почтовых станций. Те самые дэнчики мальчиков, которых часто пишут в литературе эти времена. Эти дэнчики, которые как раз по вследствии Гелен. Между почтовыми этими станками, которые в дальнейшем стали уже с нынешним большими посёлками, там по 30-40 километров у меня есть лошадь, не имея всем щеки и почты передавал их дальше. Вот видите, вот для тех времен глубочайшая глушь на России. Вы видите, сколько таких аномальников кусочков от Витимина до Якутска, сколько по честному станции. Каждый 30-40 километров. Это как раз река Алёкпы, и мы здесь проверяли движение поверхности против бурного лёгкоискового течения. Вот. Дима помнит, говорит, ну, пока вы тут отчалите, я тут ещё побегу. Мы только парус подняли, она как стартовала наша посудная здесь было 7-8 километров в час против течения. Хотя я не сказал, что ветер очень сильный. Ветер был просто нормальный. Погоды были разные, туманных тоже хватало. Это наше новение. Все фотографии были туманными. Нет, он был гораздо такой большой, особенно начинался. Я думаю, что мы с ним начальный телевик, в том числе и пейзажный. Пейзажный, в основном 70-100 километров. после дождевых туманов его везло с другими явлениями. То блестит красиво, то радуги есть. Причём, это вот сейчас покажу динамик. Здесь без уха, что пришли на очистки с собаками. Они пришли вовремя, в самый нужный момент. Я только-только научился снимать радугу, дождался, что она усилилась, вот она самая яркая. Надел полярик, и всё. Красота. появляется с собак, и они-то и делают кадры за радугу. Ну, а буквально через пять минут радуга стала двойная. У меня были ещё промежуточные кадры, в том числе вертикальные. Ну, опять же, все, кто снимает рунал, знают, что вертикальные кадры постоянно нужны. Ещё один вертикальный кадр я сегодня показываю. Там радуга маленьким кусочком, но она, как фонарик, светит освещая кусок кадры очень красиво. То есть она вот менялась, ну, уходить. Вертикальные кадры нужны не в привычках, если в журнале. Да. Туда проблему обложку не давать, нечего поставить. Поэтому, да, все снимают вертикальные кадры, знают, что нужно. Уже ближе к Якутску, возле посёлка Синск, там же, кстати, Синские столбы, ну, по реке надо было уходить, и хочется там пойти, не могли. А вот здесь, прямо по берегу Ульяны, возле посёлка Синск, какие-то писанки. Писанки? Писанцы. Писанцы их называют. Вот. У меня как раз Сергей, директор музея из Невинга, он же историк, археолог, как раз очень большое количество писанец в Якутии, найденные им, отмеченные им, описанные. Здесь он как раз показывает и рассказывает. Обидно, что порода, опять же, какой-то самый прессованный песок, прессованный морской песок, что оно очень быстро разрушается, недолго ещё проживёт. Даже без участия людей это проживёт недолго, а с участием людей тем более недолго. Какие эти песницы? Сергей Грилшипенко Сергей Грилшипенко Сергей Грилшипенко 50 лет будет. Он знает. Зверь, животное. Ну а следом Засинском небезызвестные ленские стороны. Умение уникальное, красивое. Команда пошла мне как патронов на встречу. К вечеру.